Если украинцы не говорить, не расследовать причинно-следственные связи всего этого дерьма, которое произошло в Буче, в Бородянке, в Мариуполе и в сотне, как минимум, других сел, городов Украины. Это геноцид, изнасилование детей, женщин, кого угодно, издевательство и тому подобное. Если говорить об этом, потому что на 30-м году независимости Украины это произошло. То есть это уже что-то, это произошло не в Польше, пока, слава Богу, не в Турции, не еще где-то, а в Украине на 30-м году независимости практически. То, если об этом не рассуждать, то это будет отправляться в долгий ящик пафоса, патетики. И будет использовано политиками, которые будут приходить на этом выигрывать электорат и продолжать, и дальше продавать, 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 сдавать, наживаться. И удирать за границу, используя те деньги, которые они обобрали, лохов. То есть, если говорить простым языком, что произошло, ну это произошло, что если вы, украинцы, не встречаете вот эту быдлятину российскую, российскую с цветами, значит, в наказание этого вам будет геноцид. То есть, все легко и просто. То есть, если вы встречаетесь с распростертыми руками, с хлебом с солью, с цветами, то тогда все равно вам будет геноцид. Но позже, когда они таким образом, как и в свое время Савковый Донбасс или Крым Савковый, менталитет, вот этот русский мир, швали это всякое, захватили. И сейчас рекрутируют биомассу, как мясо пушечное, убивать своих братьев-украинцев. То есть, было бы то же самое с украинцами всей уже Украины. Только против Турции бы Путин захотел, чтобы украинцы воевали, ну, рекрутированные, подбитые, тогда, когда бы вся Украина стала бы Донбассом, например. То есть, Донецком Элденерией или Крымерией. Будь с кем, там, кидал бы украинцам на НАТО, на Польшу, блин, на Словакию. Он говорит, что ему в голову взбрело, на того бы он накидал. Это животное, Путиновское. Да, он животное, но на 30-м году войны, то есть, на 30-м году независимости Украины, геноцид. Буча, Киев, Киевская область. Как такое могло произойти? То есть, неужели путиновские войска, ну, ладно, они топорылы, или вообще население России, думала, что под Киевом богатые замижние украинцы будут застричать российские войска слебом и солью? Это дичь, которая ворует унитазы, блин, и собачьи будки тянет домой, блин. Это ж не укладывается в голове, блин, даже у нормального жителя. То есть, те, которые уже в Евросоюзе себе работают, пусть не на основаниях евросоюзных жителей, жителей Евросоюза, citizens, ну, хотя бы хоть на каких-то основаниях, зарабатывают себе нормальные деньги, привозят домой, обустраиваются, облагораживают свой быт. Пусть иногда там по-быдлячему, но живут себе нормально духовные люди. И приезжает быдло, которое ворует унитазы, блин, все, что летит, все, что стоит, насилует детей, женщин, матерей, расстреливает, они держатся за руки. Им читаются книжки про Сталина, смотрите, как Сталина боятся, смотрите, как НКВД боятся. И вас так будут бояться, и ненавидеть, и бояться. А что еще маньячину будет возбуждать его, архазмировать еще больше? Тогда, когда он уже овладел жертвой, и никто ему не мешает убить как угодно, как он хочет с его больными фантазиями эту жертву, Но эта жертва еще барахтается и ненавидит его. И он еще с большим сладострастием ее изувечивает и убивает. Вот представьте, вы поймали жука какого-нибудь или какое-то животное, и вы его загнали в угол, там, ту самую крысу, и убиваете его, убиваете, она огрызается, пытается вас укусить, а вы ее еще больше убиваете с полным чувством правильности того, что вы делаете. То есть, животное или жук, или еще кто-то огрызается, вы его убиваете, добиваете. И со сладострастием, счастьем, что вы там великий воин, лимбическая система у вас работает на всю катушку, никаких моральных, никаких ничего нету, что вы овладели жертвой и тому подобное. То есть, на 30-м году-то войны. Почему это произошло? То есть, при овладении, при захвате Украины, вот эти насилия продолжались бы годами и десятилетиями. Вот эти сладострастия оккупанта над жертвой, изувечиванием, держанием там в подвале и тому подобное. Когда жертва ничего абсолютно не может сделать и противопоставить. У жертвы нет ни оружия, ничего. Но, чтобы ее встречали с цветами, значит, нужно сделать пропагандистский ход. Но, поскольку украинцы не настолько тупы, как биомасса на России, она в эту хрень уже никогда бы не поверила. Тем более, под Киевом или в том самом Мариупеле. Уже где-где, уже на таких окраинах Украины, в Харькове, уже в эту хрень никто бы не поверил. Потому что все верят больше в безвиз и сопоставление богатых на Западе и возможности заработать в той же Рашке и тому подобное. То есть, о издевательствах даже никто и помыслить не мог. Но, поскольку украинская армия не то, чтобы выбрала тактику партизанской борьбы, значит, шахматного такого гамбита, что мы запускаем врага к себе и тут его мочим. Что очень невыгодно врагу, потому что идет колонна, обрубается топливо и все. И колонна стоит, и ее расстреливают как угодно. А тем более, имея гуманное оружие Байрактара, это можно делать, не прибегая к насилию. Делают роботы это все, грубо говоря. Противник уничтожается. Значит, а они же не могут себя, вот эта биомасса российская, чувствовать опущенными, чувствовать до такой степени самоубиенными, что они вторгаются, а их тут убивают. А они, значит, в ответ должны цветы и конфеты привозить, как видео женщина показывала, подкупать как бы население. И для пропагандизма этого, чтобы это на России везде это показывалось. Значит, они прибегли к тактике, значит, устрашения. Что раз вы прибегли, украинцы, к тактике шахматного гамбита, впускаете врага, значит, этот враг будет делать здесь, на вашей земле, все, что ему заманеться. Насиловать, убивать, грабить, убивать, грабить, насиловать. Кого угодно, как угодно. Это вот такой вот приказ Путина и этой гребаной сране офицерской. Потому что другой морали на этой России нет. Это воровская страна, воровская нация мокрушников. Но поскольку это лирика, значит, надо от нее немножко отдаляться, более конкретики. Значит, раз у вас такая тактика, значит, и они будут прибегать к тактике запугивания. Чтобы Киев поддался, чтобы вся Украина стала на колени и изнасилование, унижение, опущение миллионов, уже десятка миллионов граждан Украины проистекало бы годами и десятилетиями. И они бы, вот эти россияне, воспитывались бы на культуре унижения, принижения буквального всей Украины. Потому что это огромные территории. То есть, по-другому говоря, слушатель может призадуматься, это ж вполне логично, и сказать, что послушай, ты, получается, обвиняешь в такой тактике, что оставляет мирное население на насилие врагу, используя как бы территорию для того, чтобы окутать врага и уничтожить его, как гамбит, впустить врага и уничтожить, как вполне нормальная тактика. Но при такой тактике и фашисты, и коммунисты пользовались партизанское движение таким же образом пацификовывалось мирное население. Когда со стороны мирного населения шла угроза гитлеровским или коммунистическим органам власти. Значит, как могло бы быть по-другому? По-другому это вполне логично. Закрытое небо, развернутая армия Украины по всему периметру от Белоруссии, даже на Белоруссию и до Крыма, пусть временно занятого. Развернутая армия. Возможно ли это было сделать физически? Нет, конечно. Потому что она была не мобилизирована, эта армия, до начала вторжения. А не мобилизирована она была, потому что годами она не может стать развернутой до того, как вторжение произойдет. Потому что они меркели, шмеркели и тому политики не давали бы столько вооружения, а своего вооружения не было. Значит мы подходим уже тогда к другой логике, что кто виноват в том, что не было такой сильной потужной армии, которая бы в течение часов развернулась бы с современнейшим оружием, мобилизировалась бы, и никакой там ни Бучи, ни Мариуполя не было бы, просто никто бы не дошел. И те ракеты, которые бы пускались по Киеву, то в ответку пускались бы ракеты с того места, откуда они пускались бы с российской территории. То ли с белорусской, будь какой территории. Почему так не произошло, потому что ну а кто у нас был командующий, главнокомандующий всей армии, всей милитарией, так по-другому сказать, Порошенко, так, до этого всего. Медведчук, что касается пропаганды. До этого Урка Янукович, до этого Зрадник Ющенко, который передал вот эту предательскую всю машину владения Украиной Урке Януковичу, до этого Кучма, до этого слабенький Крабчук и тому подобное. И так можно идти до Богдана Хмельницкого, который поднял Украину в восстании, повстании, а потом ее продал. Сами казаки спевали, спевали песни о предательстве Богдана Хмельницкого. И так можно идти в древние княжеские разрозненные племена. тогда, когда московитян татаро-монгольская ига научила быть тоталитарным, централизированным управлением, то во времена Киевской Руси еще до или после это была вражда княжеств. Плюс с Польшей и со всем кем только можно враждовать. Короче, перекати поле. И тут повстает запитание до самого этого населенного народа украинского. Так кто же выбирал всю эту нечисть и выбравши потом не контролировал. Уже даже после помаранчевой революции. Уже даже после 2014 года. А что было до 2014 года? Какой рейтинг путятины был в том самом Киеве? В Западной Украине? В Восточной Украине? Какой рейтинг? То есть кто разбазаривал армию? То есть и так поколеи поколеи почему эти семьи оказались без оружия тогда когда их насиловали то ли это кадыровцы то ли это вагнеровцы то ли это российские ушлепки свинособаки это уже без разницы эти дети это не только ответственность после там войны будут перекидывать ответственность на эту тактику при которой гомбит входящие войска и потом эти войска здесь мучат они как бы огрызаются и на население отплачивают всем а именно вопросы к самому населению как это население оказалось без оружия почему оно не протестовало чтобы выдавано было оружие почему они не покупали оружие для обороны автоматы пистолеты а покупали себе дорогие шмотки мебель и гаджеты почему у них так все это произошло кто ответственно дети которые в этом не понимают не разбираются или взрослые которые допустили по причинно-следственной связи бучу зная кем кто есть оккупант зная что произойдет при оккупации что они десятками лет будут будут лизать будут приниженными ниженными что лучше все-таки правое государство которым есть Европа то есть еще год назад здесь в Польше украинцы ходили протестовать осенью еще чтобы поляки бюрократы не давили на них со своими всякими рестрикциями со всеми всякими ужин ниженными вопросами оформлении виз этих карты по быту рабочие не рабочие без визы они хотели протестовать и я думаю в это время когда они протестуют прошло известие и я думаю я еще говорил об этом они протестуют вокруг Украины уже собрано было тогда где-то 50 тысяч вот этого свинособак российских военщины российской а они протестуют против того чтобы на них урядовцы и ужин ниц короче чиновники польские в работе там не давили то есть они не протестуют не протестуют ужин ников против чиновников европейской европейских что эти чиновники не берут Украину в НАТО там где автоматически они потом после вступления в НАТО Украины приобретают полномочия евросоюзного участника Евросоюза члонка члена так сказать и уже им не нужны никакие бумажки они уже все полноправные члены евросоюза уже хоть Норвегию как угодно можешь там везде працевать роботы работать абсолютно официально и обустраивать свой дом богатый и тому подобное то есть и быть с ядерным зонтиком и быть с закрытым небом и тому подобное а они вот выходят за НАТО а не слово я думаю почему они такие дебилы почему они такие тупые почему они такие безответственные а вот потому и произошла гуча потому что мы не в НАТО потому что мы безответственно к этому подошли на ком лежит теперь вся тяжесть когда на тебя нападает маньяк ответственность вся эта а тебе нечем обороняться и некому постоять за тебя потому что у тебя нет а не оружия а не закрытого неба и опять вкулка то самое опять 25 и когда эти причинно-следственные связи дойдут до миллионов миллионов украинцев вот когда хотя же на самом деле украинцы очень быстро умеют мимикрировать и обучаться то есть когда поляки начинают в одном предложении употреблять слово курва 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 то украинцы сразу схватывают эту хрень и начинают так же самое ругаться матюкаться бэдлэнгвич употреблять и то же самое говорят или там магазине смотрят оооо претерминованный термин там пищи значит претерминован значит до завтра все типа мы не берем такие важные плотные не понимая что в это время в Мариуполе люди людям а не пить а не есть вообще неделями невозможно потому что им нужно добраться до этой воды и нету разбомблены абсолютно из-за того что мы не в НАТО потому что нету закрытого неба все запасы пищи и тому подобное и этого не доходит они учатся у поляков как говорит курва курва как смотреть на просвоченные о это просвоченные продукты все мы не берем такие блатные припантовые и другой всякой херни такой вообще пустой пружношечи они быстро схватывают украинцы а вот то что поляки вступили в НАТО в 99-м аж году и теперь все нормально у них вот а вот в этом не смимикрировали вот в этом они не захотели украинцы копировать поляков почему почему такие простые примитивные вещи украинцы не схватывают сразу это жизненно для них необходимые вещи чтобы их не насиловали не грабили не унижали не убивали вот почему откуда природа этих страшных злодеяний над украинцами потому что если не использовать такую тактику гамбита уничтожение урок путиновских так называемого российского войска то тогда они захватят потому что их больше захватят всю украину и мучения изнасилования тортуры будут десятилетиями продолжаться при захваченной украине и все равно погибнут украинцы только в войне с турками с теми на кого укажет путин воевать украинцы все равно они погибнут в мучениях тортурах унижениях изнасилования если использовать тактику вот такую которая сейчас использовалась сразу же в первых днях войны то да пострадало мирное население которое не хотело идти в свое время в НАТО под пятую статью обязанности всех участников членов НАТО защищать они не хотели теперь единственная возможность выжить Украине это использовать ту тактику которая сейчас используется и успешно слава Богу используется вооруженными силами Украины и добробатами украинскими и слава Богу что хоть так Украина выживет как государство и слава Богу и слава Богу и слава Богу